Ребят, посмотрите, не успела зайти на кухню, сидит уже, блядь, маленькая компания голодающих зверей, блядь, твою мать. Время час дня, все покушали уже по три раза, блядь, пол шестого кормила, в одиннадцать, вот недавно покормила немножко. Бабушка, сидят, блядь, кого-то вы год не ели обиженный. Эдик, Эдик, посмотри на меня, где у тебя глаза-то твои? Эдик, что ж вы сидите такие? Анфисочка, Анфиса, тоже голодная? Вот такая вот у меня котовасия тут происходит каждый божий день. Сама еще не ела, кормила вот эту вот шайку-лейку, лысых друзей называется. Эдик, это у нас китайская хохлатая, и два сфинкса сидят голодных. Ну, на стены не смотрите, тут ремонт на кухне, оббито все гипсокартоном, а эти не отлипают от батареи, мерзнут. В квартире 30 градусов, открыты окна, нечем дышать, очень жаркая квартира. Они все сидят, прилепились к батарее. И на кухне, три комнаты прилепились на кухне, вдруг без них что-нибудь сожрут, блядь. Ха-ха-ха-ха. Ой, Эдичка, ты что голову повесил? Эдуард? Ты Эдуард, что ли, или Тузик? Ха-ха-ха. Вот такие красавчики, да? Замечательная вообще компания. Маленькая такая компания. Эдик ужасно любит этих девочек. Они к нему периодически приходят, когда у них загул начинается, об него трутся. Бедный Эдик теряет сознание. Сами понимаете, о чем мечтая. Но как он может своих девочек? Никак. Поэтому тоже...